Битва при Виторио-Венето, наступательная операция войск Антанты в Первой мировой войне на Итальянском фронте, проведенная 25 октября 3 ноября 1918 года, перед наступлением, к началу наступления австро-венгерские войска были практически небоеспособны, фронт покинули венгерские дивизии, чешские и хорватские части прекратили борьбу, австро-венгерская империя разваливалась. 26 сентября Чехословацкий национальный совет в Париже объявил образование чехословацкого государства во главе с Тамашем Масариком. 4 октября в Загребе сформировался национальный совет хорватов, сербов и словенцев. 21 октября 1918 года немецкоязычные депутаты Рихсрата объявили себя временным национальным собранием немецкой Австрии, а спустя неделю, 30 октября, провозгласили ее присоединение к Германской Республике в качестве составной части Германии. Наступление. Союзники 57 дивизий при 7700 орудиях и 1745 минометах прорвали оборону австро-венгерских войск и ударом в центре на Виторию Венето рассекли их фронт. Некоторые австро-венгерские части восстали и отказались повиноваться. К 28 октября уже около 30 дивизий отказались сражаться. Положение для австрийцев стало критическим. 6-я австрийская армия беспорядочно отступала. Итальянские войска наступали по всему фронту, не встречая сопротивления. Наступление развивалось быстрыми темпами. В результате продолжающий гайся наступление был занят морским десантом Триест. Союзные войска вынудили австро-венгерскую армию капитулировать. Перемирие было подписано 3 ноября в Вилла Джусти. Боевые действия прекращались в 15 часов 4 ноября. К моменту перемирия итальянцы взяли в плен 387 тысяч австрийцев и более 2300 орудий. Австро-венгерская армия на итальянском фронте перестала существовать, а сама Австро-Венгрия распалась на части. Продолжение следует...